Вновь и вновь Село – русский Юрткуль. В вольном переводе с татарского означает «дом у озера». Есть и другие версии – озеро с крутыми берегами или длинное озеро. Сегодня это небольшое село. Здесь живет меньше 500 человек, а когда-то тут только хозяйств было с полтысячи, а людей в разы больше. Но то был расцвет русского Юрткуля, а история его началась много раньше. Основано было село в начале 17 века, и примерно в это же время считается, что построен был первый храм. Он был деревянным, и построен он был в честь Михаила Архангела. Говорят, церковь ту несколько раз перестраивали, а в середине 19 века и вовсе решили поставить вместо нее каменный храм. Проект его составил известный по тем временам архитектор Федор Малиновский, автор многих известных соборов в Казани, Слиярске, Твери и Чебоксарах. Уже сам тот факт, что в русском Юрткуле творил столь известный мастер, говорит о том, что отнюдь не последним селом он был на карте по Волжье. Работы по постройке нового храма начались в 1898 году. Первоначально крестьяне сами участвовали в строительстве этого храма, и, как рассказывали старожилы, после того, как заканчивались пассивные работы, они приходили сюда, чтобы нести свой вклад. Использовали, как, наверное, во многих храмах, яичные белки для связывания раствора, поэтому храм, наверное, просуществовал без реконструкции, без его ремонта до сегодняшнего дня. Закончено строительство было к 1900 году. Тогда же состоялся обряд сожжения старого престола. Обряд это редкий. Престол – самое священное место в православной церкви, и просто так от него избавиться нельзя. Когда новый храм был построен, престол от старой деревянной церкви подрузили наукрашенный цветами плод с каменным постаментом. Священнослужители взошли на судно, вывели его на середину озера, там престол и сожгли. На берег вернулись только, когда тот погорел. Угли от него раздали всем желающим, а пепел опустили в воду. Отныне в Юрткуле был свой каменный храм, совсем как в губернской столице. Беленые стены, пять куполов, колокольни. На ней 120-пудовый колокол. Расписывали его гораздо позже, спустя примерно 20 лет после его строительства. Описывали, что сначала это был крайне неухоженный и неблагоустроенный храм внутри, но после того, как сделали росписи, на которые было потрачено 5000 рублей, это по тем временам достаточно большие деньги, все-таки храм стал одним из красивых. Его сравнивали даже с городскими храмами. Простоял храм недолго, до 30-х годов 20 века. Богоборцы здание уничтожать не стали, но иконы порубили. Лишь некоторые старожилам удалось спасти и вывести из Юрткуля в соседний Кокрятский храм. 120-пудовый колокол раскололи, что, кстати, далось непросто. Никак гигант не поддавался вандалам, пока сельские староста не смекнули нагреть его на костре, а после облить холодной водой. Сегодня от храма остались только стены. Внутри еще кое-где можно увидеть остатки росписи. Благодаря своим архитектурным решениям храм по-прежнему выглядит величественно, но восстановлению уже не подлежит. Прямо перед храмом стоит камень. Присмотревшись, можно увидеть на нем надгробную надпись, посвященную секундмайору Павлу Наумову, основателю местного дворянского рода Наумовых Умовых. Именно его потомок Иван Умов и стал нашей истинной целью путешествия в русский Юрткуль. Происходило это примерно 15 лет назад и совершенно случайно в поисках материала наткнулась на то, что был такой Иван Умов, который писал стихи. Опять же, совершенно случайно на мой призыв откликнулась санпетербуржца, который является потомком этого рода, и она прислала письмо. Так началась история, заново открывшая имя Ивана Умова – дипломата, поэта, музыканта, переводчика, известного во многих странах мира, но, как это часто бывает, забытая на своей родине. Современники звали его Александрийским Тютчевым. Это был удивительно, уникальный по своему таланту, по одаренности человека, что его семья – это была не просто семья русских эмигрантов, а такой центр, где собиралась интеллектуальная элита Александрии. Наталья Цуканова наткнулась на имя Ивана Умова, когда снимала в Александрии фильм про русскую эмиграцию. Как клубок ей пришлось распутать уже почти забытую историю блестящего соотечественника. Поэтически одаренного симбирского кадета когда-то заметил великий князь Константин Романов. С его легкой руки стихи юного дарования стали печатать в столичных изданиях. Впрочем, Иван планировал военную карьеру, если бы не судьбоносная встреча. Поехал к Льву Николаевичу Толстому. И Толстой, увидев, какой одаренный ребенок, ну тогда еще ребенок перед ним, молодой человек, сказал, чтобы он бросил эту военную службу и стал заниматься языками. Так великий писатель определил судьбу Вани. Закончив институт восточных языков, в 1912 году Умов, сам того не ведая, навсегда покинул Россию и отправился в Египет. В Александрии он служил в российском консульстве, успешно занимался музыкой и благодаря ей познакомился со своей будущей супругой, наследницей богатого сирийского рода. И в 1915 году у них случилась свадьба, потом родилось четверо детей, и вот он богатый, владелец усадьбы в центре Александрии, который впоследствии стал культурным центром, домом, где собиралась интеллектуальная элита и культурная элита Александрии. Иван Умов был знаком с Билибином, Кумилевым, Буниным, Шаляпиным, Анной Павловой. Его знали в Европе, Америке, Японии. Его книги выходили в США, Франции, и только в Советскую Россию ему путь был заказан. Просьбы об издании его книг на родине оставались без ответа. Жизнь-то дала ему все, но сердце горюет о том, что он потерял свою родину. И вся судьба Ивана Павла Чумова – это пример того, во-первых, какова сила наша русская культура, какие люди были, какие люди взросли на русской культуре, а во-вторых, что русский человек не может быть, настоящий русский человек не может быть счастлив ни родины. Сегодня мечта поэта сбылась. Книга его стихов вышла в России. Более того, издана она в его любимом Симбирске, ныне Ульяновске. Имя Александрийского Тютчева вернулось на родину. В родном русском юрткуле ему посвящена музейная экспозиция. Исследователи не прекращают своей работы, и истории Ивана Умова постоянно обретают новые краски и детали. На наших глазах открывается доселе неизвестный пласт русской литературы, культуры и истории. И начало свое он берет в небольшом селе Староманского района – русском юрткуле. Богоявленскому храму в селе Старая Майна в этом году исполняется 200 лет. Это один из немногих храмов нашей области, которым удалось пережить смутный 20-й век и вернуться к пастве. Путь был непростой. В советское время, согласно недоброй традиции, церковь побывала и зернохранилищем, и клубом. Вот через алтарь заходили, вырублено было окно, там была раздевалка в алтаре. Ну и то, слава богу, что не туалет. Были такие храмы, где в алтаре строили туалет. А у нас магазин был винный вот в этом пределе, а в том мы хранили, значит, балалайки, гармонии там, ну, весь инструмент, короче. Нынче бабушки, молодыми девчонками переодевавшиеся на танцы в алтаре, плачут и просят прощения за такое святотатство. Но в те времена использование святыни не по назначению грехом не считалось. Какое-то время храм побыл и слесарной мастерской. К смене эпох он пришел в довольно плачевном состоянии. В таком ужасном виде нам его, в епархии, я имею в виду, вернулись, что когда владыка, царство небесное, митрополит Пророкл, зашел сюда, вот, то он сказал мерзость и запустение. Это было, этим было сказано все. Мерзость и запустение, настолько все было, вот, по окнам были, вот, значит, там, землей все было запасано грязью, все, купола не было. Происходящее дальше, иначе как чудом, батюшка Константин назвать не может. Нахлынувшее было поначалу отчаяние, быстро рассеялось верой. В помощь храму приходили именно те люди, кто хотел и мог что-то сделать. В нужное время появлялись помощники. В важный момент находились необходимые суммы денег. За четверть века храм преобразился до неузнаваемости. Удалось полностью восстановить колокольню, отремонтировать восьмигранный барабан, закупить хоросы, привести в порядок все три алтаря. И главный алтарь у нас, радость, вот, перед таким событием, двухсотлетие, поразнование, вот, основание храма, мы его расписали. Пресвятая Богородица послала нам таких художников, вот, из города Палеха. Уровень, представляете, уровень какой. Резьба, в которой выполнен Эконостас, это еще одно чудо Богоявленского храма. Такой красоты мы не видели больше нигде. К своему двухсотлетию Богоявленский храм подошел во всем величии и великолепии. Юбилей планируется отмечать 1 июля, в престольный праздник, день празднования боголюбской иконы Божьей Матери. Каких только редких птиц не встретишь в этих краях. Прямо напротив старой майны гнездятся серые цапли. Их часто можно увидеть в небе. На мысу у Клюквенного залива находится заповедник берег орланов. Он был создан 35 лет назад с целью защитить исчезающий вид птиц – орланов-белохвостов. Судя по всему, целью он своей достиг. Сегодня гордую и красивую птицу можно встретить в любой точке Старомайнского района. Вот и мы на подъезде к кременкам наткнулись на пару, кружащую над водой. Однако стоило нам нацелить на них камеры, как и в объективы попалась совсем другая птичка. Ну, если, конечно, ее так можно назвать. Сейчас вот эта штука называется кайт. Кайт переводится как воздушный змей. И вот он сейчас летает, просто как воздушный змей. Сейчас тяги нет. А вот когда мы план натягиваем, мы его закрываем, появляется тяга, и он тянет. Кайтинг – вид активного отдыха и в то же время спортивная дисциплина. Главная стихия кайтинга – это ветер. Мастерство кайтера определяется умением ловить воздушный поток и управлять своим крылом – воздушным змеем. Как говорят сами спортсмены, кайтинг – это своеобразный гибрид сноуборда и горных лыж и яхтинга. Только намного круче. В чем его прелесть? В том, что у нас в этом виде спорта нет межсезония. Если мы возьмем горные лыжи, это там чисто зима, должен быть снег. А кайтинг мы катаем в воде от льда до льда. А как только вода замерзает, покатаемся по льду на сноубордах или на горных лыжах. Кайтинг – это официальный вид парусного спорта. По нему проводятся соревнования, в том числе международного класса. Гонки, фристайлы, прыжки в высоту. Кстати, последний зарегистрированный рекорд по прыжкам в высоту на кайте – 35,3 метра. Это намного выше девятиэтажного дома. Конечно, самостоятельно такой спорт освоить сложно. Но есть спортивные школы, специализирующиеся на кайтинге. Ближайшие находятся в Самарской области. Но основные скопления кайтеров, конечно, там, где дуют сильные ветра – на морях и океанах. В наших краях подходящих мест немного. Мы сейчас находимся в Кременке. Это одно из лучших мест в Ульяновской области для кайтинга. Почему? Потому что, если мы посмотрели, вот здесь вот залив и Волга. И между ними небольшой перешейк. То здесь ничего не препятствует ветру. В Ульяновске сообщество кайтеров относительно небольшое – около 60 человек. Говорят, однажды попробовав, ты навсегда влюбляешься в этот вид спорта. На турбазе «Славянское подворье» наша команда уже как-то побывала зимой. Тогда мы пообещали вам вернуться сюда летом. Все потому, что в снежные месяцы в полной мере прочувствовать очарование этого места невозможно. А летом небольшая и уютная деревенька с узкими улочками, тенистыми садами, аккуратными плетнями предстает перед нами во всей красе. Здесь очень атмосферно. Все кажется очень любочным, аккуратным. И не скажешь, что на самом деле деревенька эта огромная. Одновременно разместиться здесь могут до 400 человек. 200 с проживанием в домиках и еще 200 на дневном пребывании. Несмотря на такие масштабы, отдых здесь предпочитают тихий. Никаких шумных гулянок и концертов с баянистами. Ну разве что кто с собой инструмент привезет. Для спортсменов есть спортивная площадка, для детей игровая, мини-зоопарк, беседка на воде. О любителях рыбалки здесь тоже позаботились. Большой постоялый двор, мы его так называем. Это у нас гостиничные номера, которые находятся прямо на воде. То есть они были построены на сваях. И у них есть балконы тоже над водой стоят, с которых можно рыбачить. А вот здесь рыбалка не дешена. Да, рыбалка в любом удобном месте. Несмотря на заявленный тихий отдых, иногда славянское подворье кремит на всю Россию и даже дальше. Так, например, будет буквально через месяц. Турбаза примет знаменитый фестиваль IT «Улкэмп». Сотни людей съедутся сюда со всей России и из-за рубежа. И для всех их мероприятий найдутся удобные площадки. И для деловой программы, и для спортивных игр, и для традиционных танцев на пляже. Сейчас, когда смотришь на эти тихие деревенские улочки, даже сложно представить, какой шумный мегаполис сменит их всего через несколько недель. Кстати, Улкэмп – не единственный фестиваль, который пройдет в июле в этих краях. На другой стороне залива, прямо напротив славянского подворья, находится еще одна турбаза – Булгарская застава. Там каждый год проводится одно из самых ярких и ожидаемых летних событий нашего региона – фестиваль живой истории «Волжский путь». Живой, потому что здесь не будет занудных лекций по истории русского средневековья, не будет чопорных речей и официозных программ. Вместо этого на ратном поле сойдутся воины в честном бою на мечах, копьях и топорах. А недалеко от них расположатся ремесленники со своими торговыми рядами и затейливыми мастер-классами. А еще на сцене будут выступать фолк-коллективы с отличной музыкой. Пара часов на фестивале, и вы запросто отличите русича от викинга, жителя IX века от представителя более поздней эпохи – мирянина от княжеского ратника. «Волжский путь» – это очень яркое и атмосферное действие. То ли сказка, то ли быль, то ли праздник, то ли путешествие в давно забытое прошлое. А оно здесь, кстати, очень богатое. В начале 2000-х годов Ульяновская область начала запускать новый туристический бренд – «Старый Манни, 1700 лет». А началось все отсюда. Близ села Кременки были обнаружены городищи, датируемые V веком н.э. Найденные поселения тогда называли едва ли не колыбелью русской цивилизации. Хотя, когда они появились, русов в этих землях еще не было. Тогда здесь жили так называемые именьковцы. Их сменили волжские булгары. Тех потеснила Золотая Орда. И ее, в свою очередь, сменило Казанское ханство. И вот только во второй половине 17 века здесь появилось первое русское поселение. И все же сам тот факт, что цивилизация беспрерывно существовала в этих краях на протяжении многих веков – это уже было очень важным научным открытием. К сожалению, эта история довольно быстро сошла на нет. Полномасштабные исследования требовали очень больших финансовых вложений. У региона их не было. Постепенно археологические программы были закрыты. А тема древности старомайских земель подзабыта. Все, что мы сегодня обнаружили на месте городищ – это остатки крепостного рва. А говорят, при раскопках 20 лет назад были обнаружены зернохранилища, крепостные укрепления, стены Кремля и даже остатки дворца. Сейчас это все снова скрылось под сенью густого леса. Вероятно, до лучших времен, когда ученые, наконец, будут готовы переписать заново летпись этих мест. Ну а пока хранителями этой и многих других историй будем мы. И, конечно, любой, кто захочет приобщиться к тайной чудес Старомайнского края. А ведь их не счесть. И хотя наша команда побывала здесь уже не один раз, наверняка мы будем возвращаться сюда снова и снова. И гостеприимные земли Старой Майны всегда найдут, чем нас удивить и порадовать. Редактор субтитров А.Семкин